Доброе утро! Время новостей. В студии Анна Москаленко. И давайте начнем этот выпуск. Теперь на детских площадках будет не только интересно, но и безопасно. В Барнауле стартовала проверка благоустроенных дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству начались в начале апреля. Из 65 дворовых территорий в этом году на 52 установлены детские и спортивные площадки. Как отмечает администрация города, на новые асфальты и тротуары потратили 90% выделенных на все работы средств. Практически по всем дворам работы закончены. Осталось только три двора, на которых сейчас завершаются работы. И до конца сентября они будут завершены. Часть дворов, которые были сделаны уже в летний период, полностью укомплектованы всем оборудованием. Детским оборудованием, малыми архитектурными формами, лавочками, урнами. Освещение установлено. Асфальт само собой сделан. Жители домов тоже решили принять активное участие в благоустройстве своих дворов. Работы провели по софинансированию. По словам барнаульцев, все было сделано быстро и качественно. Когда сделали детскую площадку, мало того, что довольны дети нашего двора, довольны дети остальных домов, которые находятся вокруг. Скамейки для мамочек и для пожилых, они все лето, в конце лета их поставили, то есть позже, чем в работы по асфальтированию прошли. Они очень довольны, что теперь можно следить за чадами или сидеть, вести беседы. Ученики Октябрьской школы в Кызмановском районе готовятся к краевому конкурсу среди учебно-производственных бригад. Старшеклассники сами выращивают различные овощи на территории школы и работают на удешевление школьного питания. Традиции организовывать такие бригады существует 12 лет. Подробности смотрите далее. Как вырастить картофель, свеклу, морковь и капусту? Эти школьники знают все тонкости по собственному опыту. Ребята работают на пришкольном участке. Режим, как у обычных аграриев. Весной пашут землю и высаживают семена. Летом поливают овощи и пропалывают грядки. А осенью собирают урожай. Некоторые проводят научные исследования в школьной лаборатории. Елена Кудреватых учится в 11 классе. Опытным путем она определяет урожайность и анализирует почву. Мы брали почву с нашего пришкольного участка. У нас была полная лабораторная работа. Мы смешивали ее с водой и определяли по лакмусовой бумаге, где написано, какая кислотность почвы на нашем пришкольном участке. На нашем пришкольном участке нейтральная кислотность почвы. Но также было бы неплохо внести удобрения, которые помогли бы нам намного больше получать картофель ежегодно. Помогают работать школьникам учителя. В прошлом году бригада Октябрьской школы заняла первое место в краевом конкурсе учебно-производственных бригад и получила денежные премии от губернатора. Сейчас дети выкопали уже две тонны картофеля. Его поместили в овощехранилище. Из продуктов, выращенных на школьной грядке, в столовой готовят обеды. Наши продукты идут на удешевление питания в столовой. И поэтому, конечно же, это выгодно и ребятам. Потому что стоимость питания в столовой во много раз меньше, чем, допустим, в других школах, там, где идёт полностью за счёт закупки продуктов. Знания, которые дети получают на опытном участке, пригодятся в будущем. К примеру, особенно если ребята станут фермерами. Кстати, Елена Кудреватых уже определилась с профессией. Девушка планирует поступить в аграрный университет, а затем вернуться в родное село и развивать сельскохозяйственную отрасль. Елена Самарина, Роман Хайрулин. Новости. В конце выпуска давайте улыбнёмся. 13 сурикатов-отказников живут в семье Чачила в Красноярске. Животные обитают в обычной квартире вместе с хозяевами. В 2014 году Игорь и Анастасия решили завести первого экзотического зверька и назвали его Оскар. Со временем стая пополнялась. Пара забирала животных, с которыми не смогли справиться предыдущие хозяева. Соседей становилось больше. По словам хозяев, на прогулке сурикаты ведут себя как защитники. Увидев собак, встают в стойку, изучая обстановку. Они берут на себя эти функции защиты. Если ситуация неблагоприятная, могут даже атаковать, отметил Игорь. Для суриката семья, в которой он живёт, он в этой семье является полноценным членом. То есть его никак не уберёшь оттуда. То есть он не будет, как кошка, допустим, которая сейчас у нас Гарфилд лежит в журнальном столике и спокойно там посматривает. Он всегда будет участником всех событий. Приготовление либо это пища, либо просмотр телевизора. Животные не любят одиночество. И когда остаются одни, хозяева включают им Короля Льва. Последнюю версию, которую они с удовольствием смотрят. К этому часу это все новости. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся.